Воронцовская колоннада осталась без защиты. Памятник архитектуры не законсервировали, оставив под открытым небом все – фундамент, амфитеатр и саму площадку перед Бельведером. Подрядчик ООО «Одесса коммунокология» не выполнил работы по укрытию Бельведера от дождей, защите лежащих на улице частей от тамблемента и водоотведению. Все подробности у Юлии Федоровой. Фрагменты памятника архитектуры разобраны и оголены до самого камня. Вокруг Воронцовской колоннады глубокие траншеи. С наступлением холодов подрядчик должен был изолировать их защитной пленкой. Но этого не произошло. Памятник архитектуры подготовлен к тому, чтобы он был накрыт от воздействия атмосферных осадков, от атмосферного воздействия. И при этом ни брезента, ни какой ткани мы не видим натянутой. Те средства, которые затрачиваются из городского бюджета, они потом просто выкидываются, выбрасываются на ветер. Несущие конструкции остались без крыши. Оставленный в разобранном виде памятник архитектуры оказался открыт всем дождям и ветрам. Кладка основания Бельведера тоже не защищена. Под воздействием холода и влаги ракушечник начнет разрушаться. Известняк пропитался дождем, и это очевидно. Теперь его необходимо сушить. Сейчас осень. Сушить такой материал невозможно без соответствующего оборудования. Элементы, снятые с антаблемента, разбросаны на территории, даже не огражденной забором. Старинные блоки и брусья, которые будут служить образцом при восстановлении памятника, гниют. Они все оказались открыты для атмосферных осадков. Очень важно, чтобы, во-первых, они сохранились, а во-вторых, чтобы они не были деформированы в процессе воздействия атмосферных осадков. Работы по водоотведению вокруг Бельведера не проведены. Активист общественного движения «Зеленый лист» Владислав Болинский уверен, все это ухудшит состояние памятника архитектуры и усложнит проведение реставрационных работ. Вода вся, которая туда попадает, она упирается в водоупорный слой и пропитывает, собственно, само строение. Впоследствии зимой оно начнет поверхностные слои обмерзать и будет вызывать и обсыпание штукатурки, и разрушение самого, самих несущих конструкций. Во время ливней сооружение моментально пропитается влагой, траншеи превратятся в водохранилище. Все это может привести к оползням, и процесс окажется необратимым. Вода собирается, стекает, и могут произойти подвижки грунта, которые изменят геометрию основания. Соответственно, это просто необратимый процесс, и реставрация, стоимость возрастет в десятки разов, в десятки раз. По словам Владислава Болинского, такое отношение подрядчика к историческому объекту может привести к уничтожению колоннады и всего комплекса Воронцовского дворца. Юлия Федорова, Евгений Очменцев, 7 канал.